Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Скажи, скажи, какая вьюга, Скажи, скажи, какая вьюга Тебе оставила свой след. Летнями тащися до мэна На плечи руки мне кладешь И шелестячую листвую Без слов из-за музыки па-па-па-па-па-па-паешь Итак, я вам расскажу о целебных свойствах березы. Какими целебными свойствами она обладает? Это такая большая обстоятельная статья, которую я сделал несколько лет назад Но вот пришло время ее вам обнародовать В связи с последними событиями Это будет нужная информация, своевременная Итак, слушайте внимательно Значит, что входит? Оглавление, описание, лечебные свойства березы в целом Какие части березы использует народная медицина Березовый сок, он уже пошел Почки березы, березовые сережки, березовая пыльца, листья березы Сборы на основу листьев березы, кора березы, березовый уголь, березовый деготь Дегтярная вода Некоторые об этом вообще не слышали Таким образом, березы это уникальнейшее растение Которое поможет нам всем в трудную минуту Итак, описание На земном шаре насчитывается более 100 видов березы Причем все они имеют привычную белую кору Представляете? Белую кору Около 70 видов березы насчитываются только в России Как вам? Люди давно заметили полезные свойства березы, потому она по праву считается древом жизни Для лечебных целей используют все дерево Используют листья и почки березы, ее кору, сок Продукты перегонки, коры и древесины, березовый деготь, березовые сережки и иное Однако выбирают для лечебных целей только два вида березы Березу белую и березу повислу Считается, что только они обладают лечебными свойствами Хотя в народе используют и другие виды березы, но значительно реже Если обратиться к старинным русским травникам То лист и почки березы Первое и проверенное средство от почечных, сердечных отеков и кожных заболеваний Ими лечат и множество других болезней Желудка, печени, желчного пузыря органов дыхания, суставов и тканей Применяют как глистогонное и общеукрепляющее средство И во многих иных случаях, о которых мы будем рассказывать в этой статье Вот она какая береза, красавица Кстати, у меня под окном растет береза, жена посадила Береза белая или повислая, отличается высоким, гладким стволом Растет высотой до 25-30 метров С белой корой, на которой видны черные пятна, вкрапления Крона густая, лиственная Молодые деревца имеют желто-белую кору По мере взросления дерева кора становится белая и гладкая А у старых деревьев нижняя часть коры ствола становится темная и покрывается трещинами Цветы у березы разнополые, собранные в соцветия сережки Появляются они весной в апреле-май Как раз эта статья, вот как раз к апрелю-маю Мужские цветы сережки появляются на верхних ветках дерева и собраны по 2-3 в одном пучке Длина их около 4 сантиметров Женские располагаются ниже Они одиноки, заметно короче И ужас от цветей мужского пола Ну, женщины должно быть поменьше мужчины Ясно В начале мужские сережки зеленого цвета А по мере созревания темнеют После периода опыления Они сразу же опадают Плоды березы Течеобразные орешек Семена мелкие и легкие С кожистыми крылышками Которые помогают им улететь на значительное расстояние Молодые ветки у березы гибкие И потому свисают вниз Поэтому называют береза повисла Они покрыты смолистыми бородавками Поэтому за внешний вид березы называют Береза повисшая Блакучая береза Береза бородавчатая Лечебные свойства березы в целом Что касается лечебных свойств березы То главное следующее Запоминайте Мочегонная Патагонная Растворяющая мочевые камни и соли Желчегонная Отхаркивающая Противовоспалительная Противосклеротическая Антитоксическая Иммунностимулирующая Иммунностимулирующая Вы поняли для чего это сказал? Вяжущая Аллергическая Ранозаживляющая Противогрибковая Бактерицидная Противовирусная 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 Запомнили Что делать В случае если на вас Вирусы будут нападать Обезболивающая Седативная Общеукрепляющая Дезинфицирующая Кровоостанавливающая Сжаропонижающая Действуют на гельминты Трихомонады И лямбли Некоторые спрашивают А что там А как от этого Лечиться? Пожалуйста Береза Береза Поэтому эту статью Не только читайте У меня в библиотеке В газете А слушайте Вникайте И применяйте К наиболее главному Свойству березы Следует отнести Ее мочегонные Свойства Которые даже Используют При сбросе веса Выводя из организма Лишнюю жидкость Она способствует Исчезновению Целлюлита Желчегонные Антимикробные Противопаразитарные Свойства березы Используются В лечении Болезней Пэчени Пэчень Все говорят Пэчень Как? Чо-чо Пэчень Вот пожалуйста Антивирусная Активность березы Наши Налекие Предки Применяли Для удаления Бородавок Березовый сок Пили для лечения Простуды И кожных заболеваний А с помощью Отвара Настуев И напитков Из березы Укрепляли Организм Ученые установили Что люди Проживающие Недалеко От березовых Рощ Практически Не болеют Простудными Заболеваниями Летучие Фитонциды Березы Оказывают Противовирусно Антимикробное Укрепляющее Действие Какие части Березы Используют Народная Медицина В лекарственных Целях Применяется Следующее Березовое Сырье Сок Почки Сырежки Листья Береста Она же Кора Активированный Уголь Дега Дегтярная Вода Чага Так называемый Березовый Гриб Березовый Сок Березовый Сок Приятный Освежающий И укрепляющий Организм Напиток Его добывают Ранней Весной Когда дерево Просыпается И в нем Начинается Сокодвижение Обычно Это Март При наступлении Оттепели Сок Появляется Раньше Если возвращаются Морозы Прекращаются Собирают Сок Созрелой Березы Делая Надрезы В коре На расстоянии Около Пятидесяти Сантиметров От земли Диаметр Дерева Не должен Быть Меньше Двадцати Сантиметров А глубина Прокола Всего Два Три Сантиметра Стволе Необходимо Аккуратно Просверлить Маленькое Отверстие И в него Ввести Желобок По которому Будет стекать Сок У одного Дерева Можно брать Не более Литра Сока В два Три Дня Наиболее Сильно Сок Идет С двенадцати До восемнадцати Часов Днем Когда прерывает Солнце Сок Бежит Быстрее Надо Вовремя Проверять Наполнение Тары Соком Чтобы Уберечь Растение От гибели Обязательно Закройте Ранку Мхом Или Воском Хранять Свежий Сок Не более Трех Дней В Холодильнике Для Более Длительного Хранения Его Разливают По бутылкам И помещают В холодный И темный Погреб Рекомендуют В каждую Бутылку Положить По две Чайные Ложки Сахара Березовый Сок В банках Похож На натуральный Но Ценности Для здоровья Не Представляет Промышленные Консерванты Нейтрализуют Все Полезные Свойства Свойства Глистогонное Мочегонное Противоопухолевое Общеукрепляющее Стимулирующее Употребление Березового Сока Поможет Уменьшить Проявление Следующих Состояний И заболеваний Общая Слабость Хроническая Усталость Авитаминоз Депрессия Болезни Крови Ангина Бронхит Пневмония Язва Пониженная Кислотность Радикулит Ревматизм Артрит Туберкулез Мигрень Экзема Анемия Подагра Отеки Применение Кроме того Сок березы Первое Увеличивает Сопротивляемость Организма К различным Простудным Инфекционным При грепе Аллергическим Болезням И вирусным Тоже Второе Регулирует Обмен веществ Третье Им можно Чистить кровь И насыщать Организм Витаминами Которые Помогут Избавиться От Авитаминоза Четвертое Применяют При анемии Онкологии Туберкулезе Запоминайте Люди Страдающие Онкологией Что Что Должно Быть На вашем Столе Постоянно Пятое Как Мочеводное Средство Применяют При отеках Заболеваниях Сердечно-сосудистой Системы Шестое Является Хорошим Патагонным Средством Очищающим Организм От продуктов Распада Седьмое Добавление Столовой Ложки Меда В стакан С березовым Соком Хорошо Помогает При бессоннице Нервозах Ишемической Болезни Сердце Остеохондрозе Обмен Организм И потом Уполизм При подагре И ревматизме Девятое Обладает Способностью Растворять Мочевые Камешки Фосфатного И карбонатного Происхождения Это было Доказано Экспериментально На Оксалатные И мочекислые Камни Он не Оказывает Влияния Знайте На какие Камушки Березовый Сок Оказывает Влияние Десятое Обладает Весьма Сильными Антисептическими Действиями Использует Наружно При кожных Заболеваниях Например При экземах Одиннадцатое Березовый Сок Хорошее Средство От Импотенции Я уже За 60 Лет Мне надо Побольше Этого Сока Пить Чтобы У меня Не было Импотенции Помогает В период Климакса Это Очень Хорошо Потому Что Бывает Несостыковка Мужчина Как бы Сказать Еще Может А Женщина Уже Не хочет Либо Наоборот Пейте Березовый Сок Так Врачи Утверждают Если Выпивают По стакану Березового Сока В день То Исчезнет Сонливость Чувство Усталости Раздражительности И другие Сопутствующие Климакс Удявления Женщины Пожилого Возраста Это Для Вас Двенадцатое Березовый Сок Используют Для Приготовления Сиропа Кваса Уксуса И даже Вина Сироп Получают Выпаривание Березового Сока Которое Может Содержаться До 60% Сахара Такой Сироп Имеет Лимонно-белый Цвет И густоту Меда Он Может Не только Предупреждать Калии Зубов Но даже Останавливает Его Развитие Березовый Сок Сироп И леденцы Из него Рекомендуется Для профилактики Заболеваний Зубов У Детей Чем наших деток Кормить Чтобы у них Зубки были Крепкие Березовый Сок Можно добавлять Сок Черноплодной Рябины Брусники Черники На нем Можно наставить Разные Травы Чабрица Ромашки Тмина Цветки Липы Плоды Шиповника Можно добавлять Настой Зверобои Мяты Мелисы Сосновой Хвои Сок Вишни Яблок Смородины И другие Особенно Я Вам Застоль Внимание Это Сосновой Хвои Это Будет Мощное Противовирусное Общеукрепляющее Действие На организм Если Вы Сделаете Такую Вещь Напиток По-белорусски Большую бутылу С березовым Соком Поставить Темное Прохладное Место На 2-3 Дня Затем Добавить Солод Из лечменя Или Поджаренные Толченые Сухари На 5 литров березового сока берут 30 граммов ячменного солода или сухарей Березовый бальзам в 10 литров березового сока кладут 3 килограмма сахара, 2 литра вина и 4 мелко порубленных лимонов Все это бродит 2 месяца в погребе, затем разливают по бутылкам и выдерживают еще 3 недели Медовый напиток из березового сока В 2,5 литра березового сока кладут 400 граммов патоки и варят на слабом огне час Остужают, переливают в бочонок и прибавить дрожжи Когда брожение прекратится, разливают по бутылкам Березовый квас В четверть этот 3 литровый стеклянный баллон с березовым соком помещают в марговый мешочек с горелыми корочками ржаного хлеба Дрожжи берут из расчета от 10 до 15 грамм на 1 литр сока Начнется брожение Как только она окончится, а это через 3-4 дня Березовый квас готов Пожалуйста, можно применять Для аромата вместе с дрожжами можно добавить вишни, ягоды или листья и стебли укропа У кваса приятный вкус с кислинкой Его можно применять для лечения различных отеков, витаминоза, фурукулеза, бронхитов, анемии, туберкулеза, ангины, подагры, мочекаменной болезни Пьют по 3-4 стакана в день и также ревматизма К тому же квас активно выводит соли из организма Лечение болезни В лечебных целях свежий березовый сок применяют по 1 стакану 3 раза в день Курс 3-5 недель Хранить его в холодильнике можно не более двух суток Есть рекомендации добавлять в березовый сок несколько капель лимонного сока Это придает ему более целебные свойства Добавление в стакан березового сока столовой ложки пчелиного меда Позволяет получить лекарства, которые принимают при остеохондрозе и шумической болезни сердца неврозах бессонницы При фурункулезе пьют березовый сок практически без ограничений до 3-х и более стаканов в день Важно побыстрее очистить кровь от инфекции, вызывающей фурункулы Вот эта вот инфекция стафилококис очень страшна Она, как бы сказать, себя проявляет вначале вот этими фурункулами Потом уходит, как бы сказать, вглубь организма и начинает там свое разрушительное действие Поэтому очень важно избавиться от наличия инфекции в крови, в кровяном руслом, да и в целом в организме При ангине, бронхите, воспалении легких, мемонине, туберкулезе рекомендуется пить его без ограничений в теплом виде При ангине также рекомендуется полоскать горло как можно чаще теплым березовым соком В качестве отхаркивающего или мочегонного средства пьют без ограничений Считается, что березовый сок выводит из организма наиболее вредные шлаки Для улучшения тургора кожи, роста волос, удаления перхать рекомендует мыть голову и лицо А при угрях и пигментных пятнах соком березы омывают лицо При болезни суставов пьют сок без ограничений При болезни печени пьют до, пьют по одному или два стакана в сутки При общей слабости, хронической усталости, депрессии пить сок При радикулите, ревматизме, ревматоидном полиартрите, артрите и язвы пить березовый сок В свежем виде по стакану три раза в день за 15-20 минут до еды Для того, чтобы сбить высокую температуру тела смочите березовым соком марлю и приложите на лоб Под коленки, а также в область локтевых сгибов При анемии можно березовый сок смешать со свекольным и яблочным В стакан березового сока добавляют 1-2 столовые ложки свекольного сока Яблочный смешивают в равной пропорции половина стакана березового, половина яблочного сока Итак, мы с вами подробнейшим образом разобрали, как применяется березовый сок Если вам понравится, ставьте лайки, балалайки, распространяйте и так далее Не будьте пассивными в конце концов Далее у нас в следующей части идут березовые почки, но это будут после Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести Пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту Цены вас приятно удивят Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...